Вы говорили, что предстоит небольшое волнение из-за того, что у вас остались единственные российские пары. Как было сегодня с этим волнением построено? Ну, волнения как такого уже не было, потому что вчерашний день был, когда все пары с подрядом вылетали российские соревнования. Но сейчас немного другое было, потому что это шаг до полуфинала, и не тот момент, чтобы волноваться. То есть тут надо было отместить свое действие на ответственность и концентрацию на каждой мяч, поэтому не было такого волнения, как вчерашний день. Ну вот как раз это было заметно в первом сайте, что вы сразу повели, сразу ли благодаря вот такому небольшому заделу почувствовали уверенность? Нет, в первой партии просто намного лучше технически исполняли все элементы, там и подача, брук, защита. То есть ребята ошибались и перемогали тоже, грубо говоря. А во второй все-таки мы допустили в начале много ошибок на стайд-ауте, где-то не забрали до игрок, которые должны быть, то есть это был уже отрывок. Там началось какое-то небольшое недопонимание именно фактических действий. Ну, хорошо, что справились и к середине игры на 17 очкам уже перешли в игру в качели и завели до конца победы. Я тоже спрашивал, Лёх, когда итальянцы были в начале второго партия 4-0 и входят в середине сета, они были большим преимуществом. Что-то не было ли таких мыслей, что может быть уберечь силы для... Нет, ни в коем случае. Всегда играем какой-то счет не был, потому что неизвестно как. Что мы сейчас отдали 4 мяча, а также получилось больше не сразу, но постепенно где-то одно, где-то 2 мяча брейковых и вырожнили всегда 6. То есть не бросать игру в самом начале, то так можно не выходить на борт. Бывали игры, как-то, 6 ребят, это больше к женскому волейболу, но 4-0 показатели были игры, когда их больше счетов вылазили. Такой вопрос, когда вы были на разминке, доигрывала четверть финальная пара, на которой будет ваш следующий соперник, но вы сами будете выйти в полуфинал. Посматривали, иногда прикидывали, в голове на кого удобнее попасть в зиму? Мы играли с одной и со второй парой, положительный результат встреч, то есть мы, по-моему, очень ни разу не проигрывали, ни одной и второй. Но мысль не было о следующем этапе, то есть первой важности мысли сыграть и сделать победу в этом, в данном противостоянии с итальянцами, а дальше уже совершенно неважно, кто выйдет. Тут нельзя загадывать, так и расписывать. Конечно, мы там смотрим турнирную сетку и предполагаем, против кого будем выступать, но каждая игра это отдельное взятое, это дальше не загадываем. Сейчас уже будем настраиваться на наших дальнейших карточных соперников. Ну и такое последнее, погода в этом не была разной, вчера была одна, сегодня чуть-чуть другая, имеет ли вообще это значение в полуфинале завтра? Ну, честно говоря, как я уже раньше говорил, если выигрываешь, то значит погода в соответствующей победе, а если проиграешь, значит погода и все остальные условия не благоволят. А так, я думаю, разницы нет. Как будем играть, такая и погода будет. Поэтому, не важно. Спасибо. Спасибо. До встречи. Спасибо.